Сегодняшний день глава, который мы сегодня с вами пройдем, это Парашат Балак. Парашат Балак рассказывается, как Балак приходит к Беламу и просит, что Белам сделал проклятие на еврейский народ. Балак очень сильно испугался от всех гигантских войн, которые делал еврейский народ с сверхъестественными способами и сверхъестественными выигрышами, которые были у еврейского народа. Увидев это, то Балак, он испугался, что же будет с ним, что же будет с ним. И он решил, и он понял то, что побеждать этот народ с нормальными, мирными, как бы, путями, это невозможно. И он сказал то, что в чем же заключается в действительности сила у этого народа. Сила этого народа заключается в словах, в устах. Так мы знаем, кол кол яков, я дам шалесав. Сила у Якова заключается в чем? В его молитве. В любом моменте, когда есть проблема у еврейского человека, что он делал первым шагом? Идет молиться. Почему? Потому что он знает, что это есть его сила. Это чем есть особенность в еврейском народа. Посмотрим всех прошлых обвинениях, главах. Всегда, когда какая-то проблема приходит, опасность какой-то войны и так далее, сразу же мы идем молимся. Сразу же мы просим Моше, чтобы он молился. Приходим, есть война, прощат, бешалах, в конце, когда еврейский народ выходит из Египта, война с Амалеком. Сразу же, что идем и сила молитвы. Постоянно, 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 что мы делаем? Молимся, потому что мы знаем, что это есть, в принципе, наша сила. Это есть наша сила. В прошлом, в день главе, как мы уже говорим, прочитали, когда еврейская норма приближается к Эдому, к детям Эсава, что они говорят, что да, вот мы были в Египте, и Творец вытащил нас, мы молились Творцу, и Творец нас вытащил. И все войны, которые мы делали, мы помолились Творцу, и он нас помог, и так далее. И, пожалуйста, дай нам пройти. И о том, как мы знаем, то, что дети Эсава, они сказали, нет, мы не дадим вам пройти, и так далее. Сказали то, что да, вы приходите с силами молитвы, мы придем с силой, которую Ицхаковину благословил нас. Это что? Это рука? Я дай им шалесав. Всегда, всегда есть эта сила еврейского народа. Говорит Митраш, то, что этот понял, этот секрет понял Белям. Белям понял этот секрет и хотел побеждать еврейский народ с той же силой, которая есть в принципе у еврейского народа. А именно чем? Привести человека, который тоже сила в устах, и через вот это он дал состояние побеждать еврейский народ. Вот. Кого он выбрал? Он выбрал Беляма. Беляма, как мы знаем, он был большим, можно сказать, в конце концов он стал как бы тоже пророком, но он был большим колдуном. Он, его отец, и уже в прошлой неделе главы уже рассказывается, так как ихний, его отец и он, как бы, как они именно помогли разным королевствам захватывать, как бы, другие королевства. Они были очень большой именно силой, как бы, нечистоты. Они владели очень большими силами, как бы, нечистоты в этом мире. И их слово, и слово, как бы, Беляма, его проклятие могло бы привести невероятно большой ущерб в еврейском народе. Мы с Божьей помощью еще пойдем, что это могло было быть, и, да, и какую опасность была, в принципе, до еврейского народа, эта вся история. И, как мы уже в прошлом году, мы пошли, в принципе, тщательно, как бы, в истории, как это вообще произошло, как они пришли к посланнике Беляма, к Балаку, извините, к Беляму. И после, как бы, всей этой истории, когда Белям, действительно, приходит к Балаку, и они хотят, как бы, он хочет, как бы, проклятие еврейского народа, он просит, чтобы показал Белям, показал Беляму разные, как бы, стороны, где еврейский народ действительно находится, чтобы он посмотрел на них с разных, как бы, сторон, и он мог проклятие еврейского народа. И к этому всему, конечно же, есть свое объяснение, почему ему нужно было бы в разных местах пойти и так далее. Тут заключается, в действительности, невероятно большой секрет, и в чем у нее были силы, и что он, в принципе, хотел. Мы просто постараемся сегодня посмотреть Пшат, очень простое объяснение всему этому, и мы раскроем невероятно большие вещи с Божей помощью от Гимары и от Митрешима. И, как мы знаем, Тора, в принципе, сам уже описывает про разные жертвоприношения, которые Белям привозил. Он привозил всем разные жертвоприношения, сказал то, что, как это может быть, то, что все праотцы, которые были, Адама Решон, Ноах, Хевел, Авраамицах, Яков, Моша, они все привезли всем разные жертвоприношения. Он в олицетворении к этому всем против этих всех жертвоприношений, которые они, все эти великие именно цадыки им привезли, он тоже хотел привезти для Ашема. И, в принципе, объясняют наши мудрецы то, что в этих жертвоприношениях была невероятно большая сила. И, в принципе, он, да, мог навредить еврейский народ колоссально, и мы это сейчас посмотрим тоже. И он знал, в принципе, что он делает, дорогие друзья. Он знал, действительно, что он делает. И настолько-настолько то, что наши мудрецы говорят, то, что пусть не будет тебе легко, как бы там, даже если человек Какой-то заповедь делает не во имя небес, пусть он делает, как бы, не сто процентов во имя Творца, да. Потому что из-за благодаря этих жертвоприношений, которые привезли, конечно, в итоге от Балака вышел Рута Муавиа. Рута Муавиа, который стал прабабушкой Давида Мелеха. Тоже это отдельная тема, как это, как это объяснить. Но это жертвоприношения просто так не пошли. Просто так не пошли. Но мы бы хотели чуть-чуть сфокусироваться от той вещи, какой силы, которая была у Белама, и посмотреть невероятно большой урок, который мы можем с Божьей помощи взять тоже для себя. Начнем с того, дорогие друзья, то, что наши мудрецы, Мазарата Блдазара, Брахот, Санхедрин рассказывают нам большой секрет и большую вещь, которая была у Белама. Говорят наши мудрецы то, что Бельам на самом деле знал так называемый йодиат даат эльон. Он знал, скажем так, разум Творца. Он знал как бы секрет определенный. Какой секрет он знал? Он знал тот момент, когда Творец злится в этом мире. Он знал, когда Творец злится в этом мире. Говорят наши мудрецы, когда же Творец злится в этом мире, когда есть его ярость, когда выходит в этом мире. Говорят наши мудрецы то, что это, в принципе, очень-очень короткое время. Очень короткое время. Сколько это время? Это время, если поделить один час на пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь частей. Которые, если посмотреть, сколько это будет, это одна шестнадцатой минуты. Одна шестнадцатая, взять одну минуту и поделить его на шестнадцать как бы частей. Одна частичка это есть тот маленький-маленький ча, маленький милли-милли-миллисекунда, когда Творец злится в этом мире. Это рассказывает нам наши мудрецы. Теперь. Говорят наши мудрецы, когда же, в принципе, это время? Это то время тогда, когда у петуха его, кажется, гребешок называется эта подростка, его гребешок, он полностью становится белым. У него красный гребешок становится полностью белым. Иногда он не меняет свои цвета на разные, как бы, цвета. Иногда он становится полубелым, полукрасным. Меняется, может быть, в течение дня. Но есть одна милли-миллисекунда, очень короткое время, в течение дня, где он превращается полностью в белый. И в этот момент есть тот ярость, когда приходит ад Творца. И в этот момент, когда, как бы, выходит эта ярость, Белама Раша, он знал, когда есть эта ярость. И в этот момент он хотел делать проклятие на еврейский народ. И тут мудрость сразу же задает вопрос, что он мог сказать такого за одну милли-миллисекунду, что он мог сказать? Тут есть разные варианты, что он мог, в принципе, сказать. Он мог сказать, уничтожай, калэм. Или же есть мнения, которые говорят, что он должен был только начать, как бы, проклятие. Как бы, и потом дальше можно было, в принципе, продолжать это проклятие. Или, как Робина Айбишит говорит нам, то, что в разуме может, как бы, человек иметь разные, как бы, мысли, которые, в принципе, если эти всех мыслей поставить и написать и передать, как бы, кому-то, занимает очень долгое время. Но в одну, как бы, миллисекунду человек может иметь в своем голове очень много мыслей, очень много картин, как бы, в своем голове. То же самое, как во снах человек может видеть одно видение, которое тяжело, как бы, передать в двух словах, потому что это большое именно видение. Теперь, то же самое, он мог бы, в принципе, одним проклятием, то, что он мог бы, как бы, проклянуть, делать проклятие, эти все негативные силы, негативные мысли, которые у него были, они могли бы просто прийти в реальность. Да? Это так объясняет Робина Айбишит в своей книге «Я род ваш». Теперь. И он хотел поймать вот это время. Он знал, у нее была вот эта мудрость, которую он знал, когда на самом деле есть этот момент. Но что? Почему же это все вещь именно не произошло? Потому что, говорят наши мудрецы, и это, в принципе, сейчас посмотрим, в презентации прямо образом написано. Все это время, дорогие друзья, когда Билам хотел поклянуть еврейский народ, все это время творец не злился. Творец не злился. И так и написано, то, что если бы Де Уна говорит творец нам еврейскому народу, сколько праведности делал творец нам еврейскому народу? Говорит творец нам шелокаасты колотаха ямим. Все эти дни, когда Билам хотел делать проклятие на еврейский народ, и они были в ярости. Дорогие друзья, что бы мог делать, в принципе, Билам своим проклятием, если бы, говорит творец, если бы Билам был в состоянии, если бы я был в ярости в этот момент, Билам был бы в состоянии уничтожать весь еврейский народ. Не дай Бог, ничего просто не осталось бы. Он мог бы полностью, не дай Бог, уничтожать весь еврейский народ. Представляем, такое именно величие на человека. На таком уровне то, что наши мудрецы берут и пророчество Моширабейну сравнивают с пророчеством Билама. У него было, конечно, пророчество на очень короткое время, когда он должен был благословить еврейский народ. Но это пророчество было настолько великим, что в некоторых вещах он был намного больше, чем Моширабейну. И это мы должны знать, это был подарок, который творец подарил Биламу. Это не потому, что он достиг таких высоких духовных именно уровней. Он был злодеем, который мы в прошлом году дали тоже урок на этом, как мудрецы сравнивая, с одной стороны, праведность и Авраам Мобину, с другой стороны, злодействие. Это был Билама Раша, но от силы нечистоты он был бы в состоянии уничтожать еврейский народ. Только что на самом деле остановило это все? Милость Творца. Милость Творца. Милость Творца. И к этому с Божьей помощью мы еще в конце как бы придем к этому милости, то что в этот момент все эти дни не было Яра Творца. Теперь, есть вот разные на самом деле объяснения, как это понять то, что в эти дни не были Яра Творца. Мы дадим один ответ, который дает нам Робину Танайбешет, один из его ответов. Очень интересный ответ, который базируется на Яркут Шимоне, на Митраш, который говорит то, что война, которая была у еврейского народа с Сихон, который мы прочитали в прошлой недельной главе, Сихон и Огмеле Хабешан, эти большие именно войны, которые были и еврейский народ выиграл, эти войны были в десять дней раскаяния. Десять дней раскаяния. Это написано на Митраш Яркут Шимоне. То, что в эти дни, десять дней раскаяния специально Творец сделал так, чтобы эти вещи произошли там, и потому что эти дни чрезмерно, особенно чрезмерно как бы высокие абсурдные дни, и благодаря этих как бы дней еврейскому народу произошло это великое чудо. Говорит нам Рабьёна Танай пишет, после этих событий, когда было с Мелех Сихон и Огмеле Хабешан, произошло тоже чудо с Беляма Раша. То, что Творец делал так, то, что эти дни, эти события, которые были с Белямом и Балак, то, что Белям хотел делать проклятие на еврейский народ, эти вещи тоже произошли в десять дней раскаяния. Из-за этого в этих дней не было ярости Творца. Ярости Творца не было в этих днях. И он дает объяснение, почему. Объясняет, почему мы скажем вкратце это объяснение. Рабьёна Танай пишет, объясняет, в принципе, все идеи, как бы десять дней раскаяния, и он дает там следующую идею, то, что в эти дни, здесь не раскаяния, происходит суд над всей планетой. Да, как мы знаем, то, что все абсолютно дрожат. Написано, ангелы и все нижние миры, верхних миров и нижних кровь, все абсолютно дрожат, потому что идет суд, что будет в следующем году. То, что было в этом году, то, что произошло, все было решено в прошлом, как бы, Роша Шана, которая была в этом году. Это все решается в эти дни, в эти десять дней раскаяния. Теперь, что происходит? Эти дни, когда идет суд. Так говорит нам, Рабьёна Танай пишет, во время суда, когда есть, кого судят, есть судья, на суду приводят все стороны, за и против, человек, который осуждает, которые сейчас хотят, как бы, его засудить. Так говорит нам, Рабьёна Танай пишет, это неправильно, то, что судья, он будет в ярости в днях, когда он судит человека. Это неправильно. Это логично сказать, что даже в нормальном нашем мире, что это не будет работать, потому что в эти дни он должен очень рационально и, как бы, на холодной голове тоже называется, все это посмотреть все стороны. Потому что, если он будет в ярости, то он наклонится нечестным образом, может быть, на одной из сторон. Да, на одной из сторон. Он должен делать очень чистый и ясный, как бы, приговор. И точно так же, как в нашем мире мы это понимаем, то же самое Творец, в этих днях, у него есть суд постоянный. Полностью идет суд в этих днях, в эти 10 дней раскаяния между Рашаном и Кипуром. Из-за этого ярость Творца тоже не выходит в этих днях. Таким прекрасным и красивым образом объясняет нам Рабьёна Танай пишет, что это был Аташема в то время с Татьяном, он так именно направил. И теперь, что же думал на самом деле Билам, если он был таким мудрым, если он был настолько знал мудрости Творца, и он был так знал, как бы, и был пророком и так далее. Он как раз думал и наоборот. Он думал то, что я пойду в этих днях, когда есть что? Когда есть суд в этих днях. Когда есть суд, и тогда я захочу, что? Поймать этот момент ярости Творца. Ярости Творца я поймаю именно тогда. Но он не понимал то, что именно из-за того, что есть тут суд, дни судя, именно из-за этого нету в этом мире, что? Моменты ярости Творца. Именно из-за этого. И эта вещь, то, что было большой хесед от Творца, так как Ашем просто это всё направил, что? Чтобы Билам не был бы в состоянии проклинять еврейский народ. И это Билам, в принципе, то, что говорит прямым текстом Балаку. Он идёт и проклиняет, и он в благословление выходит. Он говорит, конечно же, в начале то, что я тебе говорю, что всё то, что Творец скажет мне, кроме этого я ничего не могу делать. Да? Он приводит директоприношения с одной стороны, с другой стороны. Он говорит, вместе того, что проклиняет, он идёт и благословляет. Вместе того, что опять второй раз проклиняет, опять благословляет. И так далее несколько раз. И в конце он говорит ему, Прямым текстом говорит Билам, что я могу делать, когда Творец не проклиняет их? Что я могу быть в ярости против них, что Творец не в ярости в это время? Есть разное объяснение, что это значит. Посмотрите в комментариях в России, как он это объясняет. Очень интересно. Но он говорит то, что в этом моменте Творец просто не в ярости. Что я могу делать? То сила, которую я хотел использовать, это что? Поймать вот эту миллисекунду и в эту миллисекунду проклинять еврейский народ. Но что я могу делать, когда Творец не в ярости в этот момент? Идет раньше объясняет то, что в тот момент, когда им полагается, как бы тоже проклиняется Творец не проклиняет, а именно косвенным образом как бы злиться на них. Или когда он должен быть в ярости, он не говорит прямым образом. Много-много интересных моментов, что тут в этом посылке уже заключается. Но простое то, что объяснение, что я могу делать? Что я могу делать, когда Творец не злится в этот момент? И на это говорит нам посыл, который с Божьим Мошу, в конце мы хотим больше зайти в глубине. Творец говорит Миха. Пророк Миха говорит, а мы, мой народ, захор нам моя от Балак. Что хотел, какой совет хотел делать Балак? Мелех Муав, король Муава. Ума она ото Билам. Что Билам ответил ему Бен Беор? Чтоб ты знал праведность Творца, которая была по отношению к тебе. Милость Творца, чтоб ты увидел то, что только милость Творца, то, что сохранил весь еврейский народ до этого момента, дорогие друзья. Что сохранил еврейский народ до этого момента? Только Хеседа Шема. Не дай Бог, если это произошло бы, как мы уже сказали, говорит нам Гимара, ничего, не дай Бог, не осталось бы от еврейского народа. Только Хеседа Шема, милость Творца, которая была по отношению к еврейскому народу. И Творец говорит нам, вспоминай этого, знай, вспоминай этого, какой Хесед я делал тебе еврейский народ. Теперь, это великое чудо и великое милость Творца, которое произошло, то, что он не был в состоянии проклинать еврейский народ. И Тора говорит нам то, что, Творец говорит еврейскому народу то, что все благословления, не все, а благословления, проклятия, которые хотел сказать Бель-Ам, превратились они в благословление, превратилось оно в благословление. Но говорят наши мудрецы, мы не хотим благословления от злодеев. Эти великие благословления, которые вышли, и мы можете посмотреть в истории прямым образом, какие в действительности великие вещи, которые он говорит про еврейский народ. Эти благословления, они должны были, в принципе, подобаться, чтобы они вышли от праведников. Когда вещь приходит от злодеев, это нехорошо. Это нехорошо. И мы сейчас посмотрим невероятную вещь и, скажем так, изъян, который все-таки смог Бель-Ам делать на еврейский народ. Итак, рассказывает нам Геморама Саха Сан-Эдри, Тавкуфе Ямутбет, следующий момент. Я прочитаю, я перевяжу и с Божьей помощью посмотрим невероятно большой момент, который мы можем взять тоже для нашей жизни. Говорит Рабь Йоханан от благословлений, которые Белама Раша сделал на еврейский народ. От этих благословлений ты видишь, что он хотел, как он хотел проклинать еврейский народ. Значит, творец все перевернул. Он хотел, значит, проклинать еврейский народ. И творец перевернул, и вместе проклятием вышло что? Вышли благословления. Говорит он в следующий момент. Бекешлома шалу елахем бате кнесиот и бате мидрашот. Хотел сказать Бель-Ам, чтобы у еврейского народа не были бате кнесиот и бате мидрашот. Чтобы у еврейского народа не были синагоги и ешевот, где изучают Тору. Это он хотел, чтобы не было еврейского народа эти вещи. Бате кнесиот и бате мидрашот. Матаву и что творец сделал? Творец перевернул эти благословления. В чем? Матаву аглеха Яков. Мишкорнатеха Исраэль. Что сказал наоборот? Бель-Ам. Какая прелесть, такая красота. Матаву аглеха Яков, твои шатры Якова. Что это, где изучают Тору и есть молитвы. Мишкорнатеха Исраэль. Такой прелесть есть. Как бы благословление наоборот, что у еврейского народа были всегда синагоги и ешевот. Всегда. И эти вещи, это один из благословлений, которые благословил Бель-Ам, что это будут навеки у еврейского народа. Навеки будут у еврейского народа что? Синагоги и ешевот. И эти вещи, которые мы видим, дорогие друзья, до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня. Что бы ни произошло, где бы ни были, всегда у нас центр нашей жизни это синагога и ешева. И сколько бы ни хотели бы закрывать, но все так и есть. Я помню, когда был маленький, папа рассказывал мне то, что в городе, где я родился, в Ахатсихе, во время Советского Союза они хотели закрывать синагоги. Во время даже Советского Союза не было настолько, как бы, большой беготня за еврейством, так как было в России, в других местах. Но все таки в Грузии как-то более не менее, как бы, коснулось. И они хотели, как бы, закрывать синагоги. Так, помню, мой папа рассказал мне то, что, когда они закрыли, у нас было в городе две синагоги, и они закрыли синагогу. То, как бы, синагоги пошел в глава, как бы, города, и заходит к нему в кабинет, и говорит ему то, что да, ты сейчас закрыл синагоги и так далее. Говорит, его звали Йосиф. Говорит, Йосиф, я понимаю, говорит, я очень больно, я не хочу тоже, вы знаете, как уважение уносить к вам, крузинам и так далее, евреям, но что могу делать, это приказ, как бы, май в шарласот. Так, кабай синагоги, Йосиф отвечает, говорит ему, скажи мне, ты же мудрый человек. Смотри, говорит, что ты делал? Вместе того, что ты закрыл сейчас две синагоги, у нас уже открыло сто синагоги. Это, говорит, мэр города в шоке был, говорит, ты что, Йосиф, это большой штраф, большое это наказание, вы что делаете? Это нельзя и так далее. Какой сто синагоги? Где вы открыли? Что вы, сумасшедший? Говорит, очень просто. В каждом доме открылась одна синагога. Вы, говорит, закрыли две синагоги были. Сейчас, говорит, в каждом доме есть, говорит, синагога. В каждом доме собрать евреи, это же вы не можете контролировать, это же вы не можете сделать. Лучше же открывать две синагоги, которые у нас есть. Вместе того, что закрывать именно, чтобы было открыто, говорит, синагоги, вместе, говорит, двух синагог. И, настолько я знаю, что я помню, папа говорил, что, действительно, открыли эти две синагоги. И Бару Хошем. Никогда. Синагога всегда была, это был центр еврейской жизни. Это что? Он говорит, Матаву Алиха Яков. Это оттуда вот вышло. Идем дальше, дорогие друзья. Он говорит так. Чтобы шхина не было на еврейском народе. Сразу мне, где это было? В синагогах или вообще на еврейском народе? Чтобы не было шхина. И что он говорит? Мишкенотеха Исраэль. Что творец его шхина, где находится? Среди еврейского народа. Даже в Бетамикдаше. Что он хотел, чтобы не было шхина еврейского народа, и он благословляет наоборот. Что? Что да было шхина еврейского народа? Идем дальше. Лот ем алхутан им шехет. Чтобы королевство не продолжалось у вас. Это то, что он хотел. И он говорит, что? Кенахалим не туф. Да? То, что так как... Нахалим это... Так как речки, они будут иметься в виду то, что... Когда королей на самом деле их мазали. Написано то, что их мазали возле речки. Чтобы было как знаком. То, что их королевство продолжалось бесконечно. Что было до конца. Он говорит, что ваше королевство не было. И что? Он отвечает наоборот. Кенахалим не туф. Он да благословил. Ло ела хэм зетиму крамим. Чтобы у вас не было что? Чтобы у вас не были оливки и винограды. Да? Крамим. Верена дегабы поля. И что он объясняет. Это то, что он хотел проклинать. И наоборот. Что было? И он наоборот благословил чем это? Ло е ре ха но дев кео. Да? Чтобы у вас не было хорошего запаха. Разное мнение, что это значит. Да? И что он говорит? Кео халим на та а шэм. Да? И все абсолютно наоборот. Ло е ла хэ мэ лахим. Чтобы у вас не были королей. И он благословляет наоборот. Ба лей кома ке а разим. Чтобы не были у вас королей так высокие и большие. То что написано то, что всегда ставили как бы королей, вождей. Люди которые большие и высокие. Чтобы у людей было бы трепет как бы перед ними. Да? И это то, что он хотел что ба лей кома. Или там другие тоже объясняют как бы по другому. Но по одной из дней это значит. Да? И он говорит наоборот. Керазим алей майм. Керазим алей майм. Он говорит. Нет. Да они будут. Что что. Они будут так как большие деревья. Я говорю. Возле воды. Да? Он благословляет наоборот. Ло е лахим мэ лах бен мэ лах. У вас пусть не будет королей. Сины короля. Значит королевство не пойдет как бы через отца. А именно пусть будет король. Потом другие короли. Да? И залмай мидалав. Он благословляет наоборот. Ло е лаху чулетет бе умод. Что ваше королевство не царствовано на других королевств. Да? И он благословляет наоборот. Везар он бе ма им раби. Да? То что да вы будете как бы королевствовать над другими народами. Лот е азам мальхутан. И так далее. Мегрин мальхут. Лот е имам мальхутан. Королевство чтобы не боялся другими. И так далее и так далее и так далее. Все эти благословления, проклятия которые хотел проклять как бы бель-ам. Все творец как бы. Все он как бы говорил в виде как бы благословления. Теперь смотрите дорогие друзья. Мы знаем всегда то что эти проклятия как бы все были в благословлениях. И это то что в Торе написано. Если бы нам наши мудрецюты раскрыли бы Масахал Сан-Надирин. Мы не знали бы это. Все эти секреты. Что он хотел именно наоборот. Теперь смотрите дорогие друзья что говорит нам Гимара. Ома Рав Абба Паркахана. Говорит нам Рав Абба Паркахана. Кулам Хазру Леклала. Все эти благословления которые бель-ама Раша хотел проклинать еврейский народ. И творец перевернул его благословления. Через его уста вышли благословления. Все абсолютно в конце концов сбылись так как он хотел проклинать на самом деле. Все вещи которые он хотел проклинать но творец перевернул. В конце концов все эти вещи да вышли. Королевство закончилось. Шхина ушла от нас. У нас да были все эти вещи которые он говорил. Все у нас было. Но не было до конца. Не было до конца. Да. Как мы видим сын менялись как бы королевство. В этом их даже сейчас нету. Да. И так далее. Все эти вещи которые он тут пишет. То что он хотел проклинать. Все у нас говорит ушла. Было у нас. Но проклятие в конце концов на самом деле да вышло. Мы не зайдем как это его словах. Даже его благословления как это видно. Оставим это сейчас на момент. Но это то что говорит нам мудрицы. Кроме одной вещи дорогие друзья. Все проклятия которые он хотел да вышло в конце концов. Кроме одной вещи. Кроме благословления которые была мараша. Благословил еврейский народ. Насчет синагог и насчет ешивот. Эти благословления до сегодняшнего дня. Они существуют и до сих пор они есть в этом мире. Шелемар как написано. Ваяфоха шемелокеха. Как написано. Творец перевернул что? Этаклала ли врага. Проклятие в единственном числе. На благословления. Которые тоже в единственном числе. Значит и все благословления которые было творец. Все перевернул до конца. До конца что? Одно из них. Одно из них какой? Матавуалеха Яков. Что синагоги и ешивот они будут до конца у еврейского народа. Они никогда не уйдут, но уйдут от еврейского народа. И на это он не был в состоянии делать какое-либо проклятие. Его благословления были, говорит, вечны. Да? Вечны. Эти благословления были вечны. Теперь. Давайте посмотрим еще пару минут. В чем в действительности сила синагог. И в чем, почему именно Бель-Ам не был в состоянии проклятие еврейского народа на это. Один из путей. Извините за объяснение, которое дается здесь. Говорит нам Бен Ишхай. Почему он не мог в действительности проклятие еврейский народ даже в этом? Потому что Бель-Ам, он не понял на самом деле величия ешивы и места молитвы. Он не понимал, какая разница в том, что человек изучает или молится дома у себя, или идет молиться в синагоге. Он не понимал величия этого всего. А в чем же заключается именно величие? Говорят наши мудрецы, каждый человек, который делает свое постоянное место в синагоге. Маком Кавуа, Элока Авраам, творец Авраама слушает его сразу же. Вещь, которая Кавуа, вещь, которая она постоянная, вещь, которая как бы не можно как бы транслировать сегодня там, сегодня здесь. Не в одном месте человек молится, в одном месте человек есть, у него есть особенная сила. Есть такое выражение в Аллахе «Колкавуа кемехца алмехца дамия». То, что вещь, которая постоянная, ты не можешь аннулировать его. Оно невозможно аннулировать. Значит, твои молитвы, у нее есть особенная сила. Если не ошибался, Мабид говорил, один из великих мудрецов, он писал то, что человек, где он молится, его место, в следующий день он продолжает с того места, где он закончил свои молитвы, на таком уровне он достиг. Каждый момент, каждый это твое место, где ты молишь, есть особенная сила в этом месте. И в синагоге особенно, где это что и является? Бет Микдаш Катан. Называется маленький Бет Микдаш. Когда придет Бет Микдаш без рата Шем, все от всех синагог соберется, все синагоги будут иметь часть строительства Бет Микдаша. И говорится то, что все синагоги Бет Микдаши это что? Это искры, которые вышли после разрушения храма. Искры, которые вышли. И Беляама Раша не понимал, в чем говорит разница между этими и этими. Между молитвой, в которой человек молится так или дома или там. Из-за этого он не был в состоянии делать проклятие или делать какой-то изъян на это благословление, которое он хотел. Зачем не было 100% именно желания или намерения, кабана, что в действительности навредить именно на все это. Так как изъянам Бенишхай, почему не было именно в состоянии навредить. И до сегодняшнего дня мы видим это благословление, дорогие друзья. Но тут есть еще один дополнительный момент, который, Маш, невредный большой урок, который мы можем взять от этого всего. Молитва, дорогие друзья. Беляам не в состоянии вредить на молитву еврейского народа. Почему? Почему? Почему он не в состоянии вредить на молитву еврейского народа? Когда евреи молятся в синагогах и изучают Анитору в этой Митрешоте. Значит, мудрецы объясняют, что когда есть этот ярост, который выходит от Творца. Говорят наши мудрецы, что это ярост, которая выходит от Творца. Оно в начале дня, когда есть расход, восход солнца. Когда и тогда есть именно эта ярость. Почему есть ярость, когда солнце поднимается? Потому что, говорят наши мудрецы, короли, говорит, выходят и начинают поклоняться кому солнце. Идолопоконники, которые поклоняются солнце, поклоняются солнце. И вечером, конечно, те, которые поклоняются луну, они идут поклоняться, когда есть закат, уже солнце. Когда луна как бы выходит, поклоняются как бы тогда луну. И тогда есть вот этот очень такой синаковый момент, когда в этом мире есть Абудазара, есть идолопоконство. Тогда и выходит в этом мире, что выходит эта ярость в этом мире. Теперь что происходит? Да, Билам знает этот момент. Но Билам не в состоянии остановить что? Остановить молитву. Он не в состоянии остановить это. Я хочу вам прочитать Кемара Масахет Брахот, Тавзайн Амудалев, который говорит нам невредный большой момент. Кемара Масахет Брахот говорит нам то, что Раби Йоханану было сказано, что в Вавилоне живут люди очень долго. Люди живут очень сильно долго. Так, он не понял, как может быть, как это может быть, то что люди в Вавилоне они могут жить очень долго? Как это может быть? Почему? В чем проблема, что люди могут в Вавилоне жить очень долго? Где это продление жизни? Сказал Раби Йоханану написано в Торе «Потому что будут продлинения твоей жизни». Говорит нам то, о котором мы читаем каждый день в Ишма Исраэль. Будут продлинения твоей жизни где? На земле, которую я тебе дал. Значит, где будет продление жизни, дорогие друзья? На земле, которую Творец подарил. Где это? Израиль. В Израиле есть продление жизни. Говорит Рабь Йоханан, в Вавилоне люди живут долго? Не может быть. Не может быть то, что в Вавилоне живут долго люди. Я не понимаю, как это может быть. Но в Хуцларице нет, в Неве в Израиле нет. Смотрите, что говорит нам Талмуд. Когда Рабь Йоханану сказали «Люди приходят очень рано в синагогах, и они идут очень поздно в синагогах». Когда он услышал этот момент, когда он сказал «Я сейчас все понимаю». Я сейчас все понимаю, если они в действительности идут в синагогах очень рано, и они выходят поздно, говорят, от синагоги, значит у них да, есть продление жизни. У них да, может быть продление жизни. Да? Так как уже приводит доказательство, то что, да, именно пойти подняться именно в синагоги рано, и выходить от этого, это именно большинное дело. Как это сейчас можем объяснить? То, что в Вавилоне, и скажем так, не в Израиле, у них не может быть продление жизни, а только именно синагога, это то, что дает. Молитва в синагогах, это то, что дает нам что? Продление жизни. А в Израиле у нас есть что? У нас есть обещание, то, что в Израиле есть продление жизни и так. Дорогие друзья, невероятно большой и красивейшее объяснение, которое Беомет творец раскрыл мне сегодня от книги Яродваш, которую написал Рабьёна Танайбешиц. Беомет, я вам честно говорю, всегда у меня есть такое чувство, что когда подготавливаешь именно урок, это заслуга слушателей и заслуга людей, которые придут мамше на Шиуре. Вещь, которую ты не можешь планировать в действительности. Я вообще думал о чем-то другом сегодня разговаривать, но при изучении, при подготовлении иногда находишь какие-то вещи, которые думаешь, что сколько ты бы не работал над этим, ты не знаешь это. Но заслуга, я уверен, что это заслуга именно всех слушателей, то, что Беомет раскрылся, Беомет, такое объяснение, Беомет, невероятно большую вещь, это Беомет, ваши именно заслуги. Дорогие друзья, смотрите, что пишет нам Рабьёна Танайбешиц. Рабьёна Танайбешиц говорит нам, почему в Израиле действительно у них есть большое благословление и помощь от Творца, тоже у них есть порогнение жизни, обещание Творца. Потому что говорит нам Талмуд то, что когда был храм, дорогие друзья, в Израиле, то не было такой реальности, то, что человек ходил спать в Иерушалайме, или из меня, которые говорят во всем Израиле, то, что Иерушалайм это как, типа, выражение для всего Израиля, с грехом. Почему? Потому что храм это то, что искуплял грехи. Храм искуплял грехи. Из-за этого, если нет грехов, почему должен человек умереть? Что убивает человека? Грех убивает человека. Как говорится, парашат хукат. Да? Парашат хукат. Как говорится, наши мудрецы. То, что есть эта красная корова, которую нужно очистить и так далее. От нечистоты и так далее. Он говорит, что он говорит, разве что он убивает, говорит, грех. Нет. Грех убивает человека. Не Нахаш, не какой-то там скорпион или кто-то. Нет. Грех это то, что дает нам, это наша основа как бы нашей веры. То, что что-то с нами происходит, это действительно наше поведение. Или гель-гулим, или что бы ни было. Но это реальность, с которой, да, так работает все. Теперь. Говорит, если нет греха в Израиле, конечно же у них есть продление жизни. Послушав этот момент, говорит, раб Йоханан, я не понимаю, как может быть у людей в Вавилоне продление жизни. Как это может быть у них продление жизни? Как это может быть? У них же нет этого благословления. До того момента, когда услышал раб Йоханан, что эти люди в Вавилоне, они приходят в синагоги очень рано и уходят очень поздно. Когда раб Йоханан услышал этот момент, он сказал, сейчас я понимаю. Почему? Что это значит, они приходят очень рано, дорогие друзья? Говорят наши мудрецы, есть особенная сила, когда человек молится, молитва, которая называется Тфилят Ватхики. Что такое Тфилят Ватхики? Тфилят Ватхики, дорогие друзья, в буквальном смысле тогда, когда есть минута, когда есть восход солнца. Так называется, как называется Аллота Шахар. Извините, Нец. Аллота Шахар. Нец. Когда поднимается уже солнце именно наверху. Когда тот момент, когда уже поднимается, когда есть Нец, то в этот момент начать молитву Шмона Эсре. Прочитать до этого Шма Исраэль. И после этого, в момент, когда приходит эта миллисекунда, начать сразу же молитву Шмона Эсре. Как говорят наши мудрецы, Когда мы эти две вещи ставим на вести, тогда что говорят наши мудрецы, в этот день человек проведет без греха. Есть обещание Творца, что человек будет защищен от грехов. Не от внешних вещей. От внешних вещей, да, может быть. Может быть у человека действительно какие-то вещи. Но от греха есть обещание, что у человека не будет грехов. В тот момент, когда человек сделает такую именно молитву Тфилят именно Бенец. Мама же именно молится в этот момент. Человек говорит, защищен от грехов. И почему, дорогие друзья? Мы сейчас понимаем почему. Потому что в этот момент все умо-тау-лама, они встают. И Абудазара делает что? Они кланяются перед солнцем. Кланяются перед солнцем. И выходит ярость в этот момент, когда есть восход солнца. И что мы делаем? Мы в этот момент защищаем себя и молимся в этот момент. И возвещаем имя Творца в этот же момент, когда с другой стороны есть большая нечистота в этом мире. Мы возвещаем имя Творца и мы защищаем себя от ярости Творца, дорогие друзья. Ярости Творца мы защищаем в себя. То же так же, когда превосходность солнца. То же самое, когда есть закат солнца. Когда люди кланяются кому? В луне. В эти моменты, когда евреи приходят в синагогах и они молятся в этот момент. У них есть защита от этой ярости. И у них есть обещание, что они не будут грешить, дорогие друзья. И так и писал Ария Кадош. В этот момент, если обещание, если человек молится в Атыки, он придет и говорит день, говорит без греха. Так говорит нам, Рабиона, то напишите. Сейчас ты, мой дорогой еврей, понимаешь что? Почему люди в Вавилоне, они жили так долго? Потому что они провозили жизнь тоже без греха. Потому что человек, который молится так рано. И поздно, говорит, выходит. Значит когда поздно? Когда есть закат солнца и молится в те моменты, как мы объяснили. Когда солнце заходит и солнце выходит и так далее. Именно в эти моменты, когда есть ярость Творца. И он молится в этот момент. И у них есть обещание, что он не будет грешить в этот день. Они жили так, как в Иерусалиме. Когда они жили в Израиле. Люди жили без греха. Там почему это было? Потому что сам Бетам Игдаш их освящал и их убирал все грехи. А здесь что? Молитвы. Самая молитва, дорогие у них в синагогах. Ибо тыкнезо бетамидршота есть такая сила. Когда человек молится об бетхике. То есть обещание, что человек не будет грешить. И это тот великий вещь, который Бель-Ам не в состоянии навредить на еврейский народ, говорит нам Яродваш. Как ты можешь дать твой проклятие Бель-Ам? Тот момент, когда в этот же момент, когда ты хочешь прийти своим проклятием и привести в этот мир это проклятие. Что? Когда есть ярость. Творца в этом мире хочет, чтобы выжила эта ярость. В этот же момент еврейский народ стоит в синагогах и они молятся. У них есть защита от этой ярости. Из-за этого твой ярость, его ярость не может даже прийти в этом мире на еврейский народ. Ярость, которая связана с синагогами. Потому что мы защищаем от этой ярости. У них есть защита, у них есть щита от этой ярости, дорогие друзья. Из-за этого благословления на синагогах и на ешивоте есть даби и на веки веков, дорогие друзья. И оно есть, и оно будет, и никто не односиленно не в состоянии его закрывать. И это то благословление, которое Творец говорит нам. То, что он хотел проклят, я перевернул его полностью. И мы сейчас понимаем, почему он не был в состоянии перевернуть это. И ничего не мог абсолютно делать. Или это как объясняет Бенишхай, потому что он не знал силу. И с другой стороны, что он не знал. И он физически не мог в состоянии сделать этого. Потому что в этот момент еврейский народ приходит в синагогах, открывает молитвы в твили, цицит и восхваляет имя Творца. Из-за этого есть великое имя силы, дорогие друзья. Особенная сила молиться именно в синагоге. У человека есть возможность молиться дома или в синагоге. Гемора говорит, даже человека у него нету Миньяна, постарайся в синагоге молиться. Постоянно в синагоге молиться. В синагоге есть особенная сила. Бета Микдаш, что это все стенки, у них есть особенный к душам. Даже мудрецы изучают те осторожности, которые надлежат над человеком в Бета Микдаш. Мудрецы изучают то, что эти же осторожности, точно так же должен быть человек осторожен к уважению в синагоге. Тоже так же об этом Микдаш. Потому что есть Микдаш Меат, шхина Ашама там находится. Рассказывается про великих мудрецов. Рабимейр Абу Хацира, внук Баба Сали, сохранали врага. Я слышал от Рабинца Муцафи, что он один раз находился с ним. Это было известно, в принципе, его великое уважение к синагоге. Что мы поняли просто величие Рабимейра Абу Хацира. То, что его отец Баба Сали говорил, что он может быть машехом. Мамаш, кодыш кодыш им, Рабимейра Абу Хацира являлся, мамаш, невероятно большим направленником. И в юности он скончался, ушел от этого мира. И Баба Сали очень настрадал от этого, что при его жизни он ушел. И потом Баба Сали через несколько лет уже скончался. И Рабинца Муцафи рассказывает то, что я такую вещь говорить не видел. Заходил он в синагогу просто с трепетью. Каждый шаг, каждый шаг. Мамаш чувствовался, как на него просто есть страх. Страх перед Ашемом. Он уходит от дома именно Творца сейчас. Чувствовался это. Уже не говоря о том, что личный разговор или личный пробег или этот. Чувствовался в этом человеке вот этот особенный страх. Не говоря уже о разговоре во время молитвы. Не говоря уже о каких-то играться там или что такое. Это дом Творца. Дом Творца. Там нужно быть осторожным. И мы чуть-чуть как бы и затронули, посмотрели как это величие этого всего. Это так как люди, которые понимали и видели по правде именно, что за сила и какое величие есть в этих кабыстингах. Но, дорогие друзья, я бы хотел закончить автора, которые мы будем читать с Божьей помощью в Порошат Балак. И один из псоким, который мы уже упомянули здесь в Гимаре. И это приходит в действительности от книги Миха, от пророка Миха, который обращается пророк Миха от имени Творца еврейскому народу. И говорит нам очень невероятно большие слова, с одной стороны, очень такой обязательный, очень этот, но очень-очень трогательный. Я бы хотел просто перевести и с вами вместе посмотреть, когда мы видим эти великие чудеса, что по-настоящему ожидается от нас. Говорит нам пророк следующий момент. Слушайте, говорит еврейский народ. Я вкратце это все расскажу. То, что разве мя си телеха у мая ледья не би? Что я тебе делал, мой еврейский народ? И что я тебе ожидал? Разве что я ожидал вещь, которая тяжелая вещь, которую ты не можешь в состоянии делать? Значит, что я тебе делал и что я тебе ожидал? Теперь говорит Творец нам, что я тебе делал? Я вывел тебя из Египта. От дома рабства. Я тебе поставил Моше Ахарону Мириам. Моше, чтобы он дал тебе Тору. Ахарон, чтобы искупал твои грехи. Мириам, чтобы я изучал его женщинам. Я дал этих трех праведников. Вывел тебя из Египта. Ами, мой народ говорит нам Творец. Захор на, пожалуйста вспоминай. Майя Ац Бил'Ам. Что хотел Бил'Ам делать? Король Муава. Ума наото Бил'Ам. И что Ац видел ему Бил'Ам? Бен Беор. Мина Шитим Ада Галгал, Ада Гильгал, Ажирда Цитко Ташем. От всех вещей, которые и потом, то что произошло с Бал Пеор и так далее. Не зайдем в обесенник этих вещей. Ужасные вещи, которые могло было быть еврейским народом, но Творец, несмотря на всех вещей, показал его большой милость и большой любовь и милосердие еврейскому народу. Чтобы ты знал праведность Творца, говорит Творец. В конце концов, когда Бил'Ам не мог ничего делать, говорит Бил'Ам, Творец этого народа ненавидит разврат. Иди развратите этот народ. И не дай Бог, мы знаем в конце, как это закончилось, 24 тысячи евреев умерли в этом разврате. Но даже при всем этом Творец сожалел нас и он привез нас из земли Израиля. Вывал из Египта, дал вам Моше, дал вам это. И Бил'Ам, я перевернул весь его замысли, все абсолютно наоборот, для вас. И не дай Бог, чтобы ты знал праведность Творца, настолько Творец делает тебе, еврейскому народу, нам всем. Милости. Говорит еврейский народ и отвечает. По мя ка де маше. Да? Творец, но что я могу делать? Как я могу? Отдачу дать? Что я могу делать? Максимум, привезти все абсолютно самые большие жертвоприношения? Или, не дай Бог, привезти своего сына, своего кого? Что я могу делать? Что я в состоянии делать? Так и написано. Что я могу делать? И прийдем в последний посылку, что говорит ответ Творца еврейскому народу. Грубо говоря, еврейский народ спрашивает. Да, Творец, мы понимаем, что ты нам делал хорошо. Но что мы можем делать? Что мы в состоянии делать? Говорит Творец нам святые слова. Пусть скажет тебе человек. Для того, чтобы ты как человек был хорошим в этом мире. И хорошим в будущем мире. Для того, чтобы мир как человек, как человечество, как народ, как государство, как страна сфункционировалось нормально. И ты как человек лично был хорошим в этом мире благословлен. В будущем мире благословлен. Что требует от нас Творец? И всех этих вещей, не просто же так, что Творец нам делал все эти вещи. Что-то говорит хорошо, и что Ашем действительно требует от нас, делать правосудие. Делать правосудие между друзьями, чтобы было правосудие между отношениями, между людьми. Был правосудие, не было, переходи-ка бы на другого и все вещи, которые связаны с правосудием. Вегават хесед, любить хесед, делать активно хесед. Мик делать именно пассивным и так далее, когда приходит возможность делать, бежать, любить, делать доброту. И этим что? Будет шалом в странах, будет мир именно в странах, будет желание Творца в этом мире, что так хочет Творец, чтобы функционировался мир. А не через плохие и запрошенные именно стороны, которые Тора нам запрещает. И вторая вещь, будь скромным по отношению Творца. В чем будь скромным, говорят наши мудрецы, вещи, которые связаны между Творцом и человеком. Все эти заповеди, любить Творца, ходить по его путям, быть предан именно Творцу и пойти по его путям. Пойти по его путям. Это то, что Творец требует. Мишпад, правосудие, хесед, чтобы была доброта. И оценяли хетима шема лукеха в скромности и пойти по Творцу. Значит все эти великие вещи, которые Творец нам сейчас делал и мы сейчас видели, от чего действительно еврейский народ спасся. Творец говорит, это то, что я тебя прошу. Не чтобы он меня построил, какие-то башни, какие-то это. Это то, что я тебе требую. И хочу прочитать вам Мидраш. Мамаш, Пелеплаим. Мидраш пишет следующие слова. Говорит нам, говорит нам Мидраш то, что Творец делал такие большие чудеса еврейскому народу. Когда еврейский народ было чудо с Муавом и Огом, так еврейский народ и до этого было чудо с Аргноном и Муавитянами. Все эти чудеса, которые мы зайдем в деталях. Еврейский народ начали петь песню до войны с Огом и Муавом. Начали петь, посмотрите это в последней главе. Амру Исраэль. Сказали еврейский народ. На Тебя Творец надлежит, чтобы ты делал с нами чудеса. И над нами надлежит что? Над нами надлежит, что мы Тебя восхваляли и благословляли Тебя. Из-за этого сразу же, когда еврейский народ увидели один из чудес, там Нахал Арнон, когда они увидели эти чудеса, что было? Сразу же еврейский народ встал и начинает петь именно Творца. Когда было во время раскрытия моря. Когда еврейский народ происходит что-то чудо, что? Надлежит работе определенной. Что? Восхваляем Творца. Восхваляем сразу же Творца. Происходит с человеком что-то? Иди восхваляй сразу же Творца. Произошло чудо нам с Балаком и Биламом. Творец говорит, это то, что я ожидаю вас. Ни больше, ни меньше. Ничего экстравагатного, ничего каких-то больших вещей, которые вы не можете достичь. Три вещи, которые Творец говорит. А в Атхесе делать правосудие, чтобы было правосудно все ходило. И когда приходит чудо, даже приватным человеком, всегда восхваляем Творца. Всегда восхваляем Творца. И я хотел бы закончить идею Творца от Вилинского Гаона. Идея, которую мы видим тоже. Ховаталь Вавод говорит об этом. Это большой-большая основа для нашей практической жизни, дорогие друзья. Вилинский Гаон пишет то, что тогда, когда происходит какое-то чудо с человеком, что-то невероятное, в этот же момент пусть человек возьмет тебя в руки и благодарит Творца. И благословит, и восхваляет, и скажет, Ах! Паруха Шем! Это было от тебя, Абба. Спасибо за чудо, спасибо за спасение, спасибо за то, что произошло. Говорит нам несколько Гаон, если ты в этот же момент не поймаешь этот момент, и дай Бог, через час, через полчаса приходит мысль сразу же человеку, а может быть это не так уж и было страшно, можно было бы без помощи Творца выиграть. Это бедрехтеба, нормальным жизненным образом можно было бы пройтись, тоже прокрутиться, выкрутиться от ситуации. Через, говорит, полтора часа, два часа ты можешь вообще забыть об этом. И когда ты забудешь об этом, не дай Бог, через время это может привести к тому, что когда произойдут еще дальнейшие моменты, человек вообще не будет обращать и не увидит Творца в своей жизни, не дай Бог. И это может привести полностью именно, уходить полностью от пути именно Творца, в конце концов, не дай Бог. Что это такой невероятный большой момент, поймать сразу же этот момент, когда с нами произошло что-то невероятное, и сразу же направить это к источнику нашей жизни. Источнику нашей жизни. Кто? Откуда это пришло? От Творца. Когда еврейский народ произошло чудо, дорогие друзья, моментально еврейский народ, Азия, Шир, сразу же еврейский народ поет, «Алену лекалес! На нами надлежит хвалба к тебе, Творец!» Мы вышли из Египта, дорогие друзья, от 14-го Несана, каждый год мы стоим, восхваляем Творца, мы не забываем, мы люди, мы народ, которым у нас есть чувство благодарности, мы не наглый народ, мы не народ, который, как другие народы, сейчас не перейдем этих примеров, которые нам описывают это, то что неблагодарность, а монумуав, спаслись от, благодаря Авраама войну, и нету благодарности, даже хлеб не дали еврейскому народу, ничего не дали еврейскому народу, когда они попросили пройти. Нет, мы не дадим, нету благодарности, это основа еврейского народа, мы чувствуем, что у нас есть чувство благодарности к Творцу, чувство благодарности, конечно же, окружающему миру, ну что? Благодарность сразу же в этот момент, поймай этот момент, поймай это, и сразу же отдавай этот благодарность именно Творцу, сразу же отдавать именно Творцу, и показать Ашем спасибо тебе. Попадай эти большие вещи, показать это большим образом, как у нас есть обычаи, делать Сауда Тудая, когда человек, было какой-то болезнь, чего-то спасся, делать Сауду, заслуги этого, да, что человек спасся, или чисто просто моментально, что-то произойдет, что ты попросил Творца, или творить тебе что-то большое, что-то делал в любой момент, конечно же, это может быть большие уровни, но сразу же поймать и сказать, Аба это было от тебя. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Благословения, которые мы сейчас увидели, и все, которые есть, Парашот Балак, Базарат Ашем, чтобы Левраха, Левраха, чтобы Меташем, были эти все благословения от Ашема, чтобы было Базарат Ашем, и чтобы наши синагоги, как мы уже сказали, расцветали Базарат Ашем во всех местах, чтобы мы были всегда наполнены еврейскими детьми, еврейскими душами, чтобы было всегда хвалба им на Творцу Базарат Ашем во всех местах. И мы знали, что мы удостоились ценить наши синагоги, наши Батэк Неседы и Батэ Медрошот, и мы знали то, что на любой момент, когда есть какой-то момент еврейским народам, надлежит определенная работа с вашей помощью, чтобы мы удостоились этих всех вещей, как Творец от нас ожидает, что эти три вещи, говорит, это то, что ожидают, а Творец говорит нам, я три вещи ожидаю, говорят, это еврея. Дай Бог, чтобы мы полноценность удостоились всех этих вещей делать. Аминь.